Друзья, всем привет! 25 ноября вечером компания Xiaomi начала рассылать первую версию HyperOS 2 Global на смартфон Xiaomi 14. Это пока что тестерская рассылка, не все эту версию получили, но поскольку у меня есть такая возможность, уже установил эту прошивку, протестировал и есть вам что о ней рассказать. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. И прежде чем мы с вами пойдем далее, хотел бы сделать небольшое такое лирическое отступление. Что если вы смотрите данное видео 26 ноября или же вы будете смотреть это видео, когда на ваше устройство придет HyperOS, вы должны четко понимать, что все показанные в сегодняшнем видеоролике фишки, это не гарантия того, что ваш аппарат получит их тоже. Потому как у меня флагман и как вы понимаете компания Xiaomi старается всегда только на флагманы давать все необходимые фишки. Потому если вам не придет та или иная фича из сегодняшнего обзора, не расстраивайтесь и вы должны опять же четко понимать, что у компании Xiaomi есть такая штука как маркетинг и они этим очень сильно балуются. Но мы с вами возвращаемся к HyperOS 2. Xiaomi 14, Android 15, все как полагается. И что же касается списка изменений, он у нас действительно большой и вы можете с ним ознакомиться в моем телеграм канале, куда я кстати первоначально выкинул информацию о том, что HyperOS 2 пришла. И опять же для того, чтобы быть первым в курсе всех новостей, рекомендую на мой телеграм подписаться. Так вот, по списку изменений очень много чего. И Xiaomi HyperAI, и Xiaomi HyperConnect. И получается у нас добавляется тут еще тема такая как философия живого дизайна. В общем, то, что мы с вами обсуждали ранее, что HyperOS 2 это как бы более такая оболочка, сконцентрированная на визуальных улучшениях. Ну и опять же, по моему личному мнению, на индекс 2 оно не тянет. На какую-нибудь там HyperOS 1.1, 1.5 окей, но на двойку, ну скажем так, это не тянет. И кстати говоря, теперь в конце у нас еще пишется дополнительная информация, которая у нас касается того, что обновление не приводит к удалению наших данных. Что устанавливаемый пакет удаляется, ну и в таком плане. Так что разработчики нам тут всю эту тему прописали. Теперь же, что касается реально нового в системе. То есть сегодня мы с вами этот видеоролик построим именно таким образом. Первая штука это рабочий стол. Получается, очень много было в списке изменений акцента на том, что у нас улучшение производительности, оптимизации, быстродействия, открытие приложений. Там все возможные изменения по логике открытий приложений. То есть разработчики действительно это прописывают и нам это рассказывают. Но что же оно у нас в реальности? В целом хочу отметить, что анимации работают действительно очень приятно. И я получаю от них прям реально какое-то удовольствие. Если даже вот именно по самим приложениям переходить и там вот допустим те же настройки открывать, то выглядит это куда лучше, чем было ранее. Еще также на рабочем столе есть такой вопрос у нас как анимации всевозможных там в плане открытия шторки. Анимация там перехода в редактирование рабочего стола. Что касается анимации шторки. Да, кстати тут у нас как и обычно поиск, но без искусственного интеллекта. Почему-то разработчики убирают здесь эту опцию. Так вот, когда мы шторку с вами открываем, смотрите, такая вот анимация у нас с вами проявляется. То есть то, что было в китайской HyperOS 2, разработчики сюда нам это все дело и переносят. Также если нам необходимо перейти быстро в раздел с уведомлениями, так же у нас новая анимация присутствует. Ну в общем одним словом в плане анимок разработчики поработали. Но как я уже сказал ранее, что это не гарантия того, что именно такие же анимации будут и на вашем смартфоне. Плюс еще также разработчики нам тут меняют всевозможные истории, которые касаются анимации, открытия, редактирования рабочего стола. И это действительно выглядит куда интереснее и свежее, нежели это было в HyperOS 1. Ну и плюс у нас с вами новая анимация, когда мы разблокируем смартфон. И как бы то у нас иконки проявляются куда веселее, чем это было ранее. В любом случае новый рабочий стол можно поставить на HyperOS 1. Также в описании под видео будут ссылки на актуальные обновления из HyperOS 2. Ну а мы с вами идем дальше. Что еще разработчики такого меняют в HyperOS 2 Global? Это раздел персонализации. И помнится мне, многие говорили, что вот там допустим из той же Китайки никогда такой вид не придет к нам. Но что мы с вами видим? Да, хоть спустя определенное время, назовем это так, но такие редизайн персонализации доходят и до глобальной прошивки. И что мы еще из дополнительного тут сможем с вами найти? Это конечно же обновленные стили для экрана блокировки. Но есть какой момент, что на Xiaomi 14 они не динамические. То есть я так понимаю, что только для Xiaomi 15 они будут динамическими. Что касается Xiaomi 14, то увы и ах, тут мы такой истории не наблюдаем. Да, вы конечно можете поставить свои какие-то динамические обои вообще без проблем. Но я имел ввиду только что за то, что по стоку у нас такой опции возможности нет. Да, вы еще можете там прикрутить бэкапы и тому подобное. Но опять же, зачем это будет прикручивать, когда по умолчанию у вас все это уже будет. Обновленные пейзажи также у нас с вами присутствуют. Восточная эстетика есть. И в принципе это и все. То есть разработчики тут некоторые стили у нас поубирали. Но я думаю, что особо на нашем как-то пользовании это не скажется. И действительно, вот смотрите, персонализация выглядит куда повеселее, куда поинтереснее. Еще по визуальной составляющей меняют стили распознавания отпечатка пальца. То есть они теперь не такие, как были ранее. Можем это тоже за изменения такое принять. И у нас еще добавляются новые системные обои. Вот именно эти. Опять же, не сказать, что это прям супер вау обновление в плане того, что нужно было бы полным таким выпускать. Но как бы, что есть, то есть. Идем с вами далее. Что еще важного и нового в системе? Это AI-служба. Многие гадали, добавят ли разработчики это в эту прошивку. Если вы помните, я недавно выпускал видео, такую критику, в котором, ну, просто проехался по Xiaomi, по Happy Royce 2, где рассказал, что вот, разработчики нам предоставили очень мало информации. Если действительно это так будет, то вообще печаль. Но, опять же, свои слова я назад не забираю. И как бы то, я не отказываюсь от них. Ведь действительно, я проехался по компании в тот момент. Но то, что они не полностью раскрыли возможности новой прошивки, это действительно так. Что же теперь касается AI-службушков. Получается, для определенных приложений у нас добавляются опции искусственного интеллекта. И вот, допустим, для заметок у нас это AI-конспект, AI-схема, AI-корректуры и AI-переводчик. Работает это таким образом. Допустим, у нас с вами есть определенная какая-то зарисовка, наработка. Получается, мы с вами вот сюда нажимаем, выбираем AI. И после чего, допустим, нам может система очень краткий конспект выполнить. Может нам схему набросать. Скорректировать нам текст, к примеру, может система. Ну, или же его перевести. Ну, опять же, понимаете, это игрушка для тех, кто пользуется постоянно там смартфоном или планшетом для записи конспектов, там еще для чего-то. То есть, для повседнева, я думаю, что эта опция будет, ну, не совсем такие полезные. Но я могу ошибаться. Касательно галереи, тут ничего, по моему мнению, сверхнового разработчики не добавили. То есть, все то, что у нас с вами было и до этого. Это расширение изображения, расширенный эластик, ну и AI-фильм. Опять же, насколько это полезно будет для ежедневного пользования, ну, я, честно, затрудняюсь ответить. Касательно диктофона, я вам уже об этом рассказывал, показывал, и на HyperOS 1 тоже можно это было прикрутить. Добавляется у нас распознавание собеседников и AI-переводчик с AI-конспектированием. Все те же самые опции, которые были по заметкам, только уже в формате диктофона. По субтитрам тоже останавливаться не буду, об этом тоже уже много чего рассказывалось, показывалось. А вот что касательно AI-переводчика, это действительно новое. То есть, получается, добавляется интерпретация в личных беседах и расшифровка голосовых вызовов. То есть, когда вы кому-то звоните, сбоку у вас такая вот полосочка вылезает, и дальше вы можете выполнять расшифровку голоса. И работает это вот так. К примеру, набираем банально там сервисный номер, далее вот смотрите, полоска такая есть, и мы с вами нажимаем расшифровка. Ну и далее, соответственно, вам будет выполняться расшифровка этого диалога, ну и этого звонка. В принципе, опять же, прикольно, но на пару раз. И теперь, наверное, самое интересное, это обвести и найти. Штука от Google, Circle to Search. Ну, получается, оно-то есть в системе, и в принципе, таки оно рабочее. Вот смотрите, я вот так вот нажимаю, тут у нас проявляется поиск, да, отлично. Но что касается обвести и найти, сколько я раз не пытался там на сайтах, картинки всевозможные пытаться как-то обвести, у меня не получалось. Опять же, возможно, тут есть какая-то скрытая фишка, о которой разработчики не говорят, но, к сожалению, полностью это все попробовать мне не удалось. Кстати говоря, есть еще такой момент, что не на всех аппаратах данная фишка также будет работать. Мы с вами возвращаемся на рабочий стол, что еще интересного на нем можно найти? Получается, новая шторка в себе несет следующие изменения. Во-первых, это то, что мы с вами выполняем удержание на яркости экрана и получаем обновленный вид. Но, опять же, не будем говорить, откуда это взято. Быстрый доступ к автояркости, темному режиму и режиму чтения. Если нам и этого мало, мы нажимаем с вами на громкость и также у нас проявляется новый стиль громкости, который а-ля как на планшетах Xiaomi Pad'ах реализован. Если нам еще с вами и этого мало, можем сделать вот так, открытки, смотрите, тоже у нас такой вид интересный проявляется. В общем, одним словом, разработчики все это сделали очень-таки удобно и современно. В шторке еще с вами также сможем найти фишку, которая называется активные приложения. То есть мы без всяких теперь проблем можем останавливать приложухи, чтобы они у нас там в фоне ничего не занимали. Теперь же, что не вошло в новую прошивку, ну или же то, что прописано, но это не работает. Первое, и что меня действительно разочаровало немножко, это раздел взаимосвязанность. Очень много было рассказано, что там рабочий стол плюс, там рабочий стол 2.0, там. То есть взаимодействие с планшетами на новом уровне, перетаскивать там можно приложухи на планшетах, закреплять и прочее. И оно у нас получается не работает. И не работает почему? Потому что на планшете опять же нет HyperOS 2, и эта фишка пока что в плане взаимосвязанности и этих всех обновлений, увы и ах, мы не сможем прочувствовать. Еще один момент, который также меня, ну не то чтобы разочаровал, но немножечко ввел в какое-то заблуждение, это получается тема с AI динамическими обоями. То есть это было прописано у нас в списке изменений, но вот в самих обоях этого раздела нет. Опять же, возможно где-то оно там зарыто в недрах, возможно оно обновится и проявится с будущими обновлениями, но в первом релизе мы такого не наблюдаем. Соответственно, также у нас с вами в новой прошивке и нет Mi AI, то есть искусственного интеллекта, который лишь только для Китая. Тут я думаю не имеет смысла объяснять почему это так, ну как бы разработчики четко понимают, что у них есть китайский глобальный рынок, и для китайского рынка должно быть больше фишек. Еще из того, чего нет в новой HyperOS 2 Global, это обновленных виджетов. То есть все то, что у нас было ранее, все так же и остается, в частности те же часы. Если вы вспомните, на китайской прошивке их можно там очень гибко кастомизировать под себя, и циферблаты, и там цвета настраивать, одним словом, все было очень круто. Здесь же все остается по-старому. Опять же, возможно через год, может быть через два разработчики это внедрят, но на сегодня, увы, и ах. И последнее, о чем хотел еще сказать по поводу Link Windows, то есть взаимодействия винды и смартфона. Было сказано, что можно там как бы управлять смартфоном, открывать на нем приложение с компьютера, но, увы, это не так. Опять же, многие пишут, что это связано и с виндой, что нужно обновиться до 24 версии, кто-то говорит, что это от Xiaomi связано. Но пока что мне на своем ноутбуке Xiaomi это провернуть не удалось. Что же, друзья, видос получился действительно очень длинным, хотя я не предполагал, что он должен таким именно получиться. Но постарался вам рассказать про все фишки и нюансы нового обновления. Опять же, я от своих слов не отказываюсь. Я считаю, что HyperOS 2 это слишком такая завышенная версия оболочки, которая не несет в себе тех изменений, которые тянут реально на HyperOS 2. Если там 1.1, 1.5 ее было бы назвать, ну да, опять же, я бы согласился. Но на двойку это никоим образом не тянет. Да, разработчики нам тут обновили персонализацию, добавили новые экраны, улучшили анимации, теперь оно иначе открывается. Там новые ползунки громкости, яркости в шторке реализовали, да, это все отлично. Ну и добавили искусственный интеллект. Но, опять же, по факту, как это все будет пользоваться и насколько мы часто к этому будем обращаться, но, наверное, остается лишь только гадать. Ну а я буду дальше тестировать эту прошивку, что-то новое для вас находить и буду вас с этим знакомить. Ну а чтобы не пропускать всю актуальную информацию, рекомендую подписаться на мой YouTube канал, если вы этого еще не сделали, поставить колокольчик и подписаться на наш Telegram канал. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok